Отчет о деятельности правительства Иркутской области за 2023 год представил председатель. Константин Зайцев озвучил итоги работы региона. К примеру, по объему производства продукции сельского хозяйства. Он увеличился более чем на полтора процента и составил почти 82 миллиарда рублей. По числу субъектов малого и среднего предпринимательства регион занимает 16 место среди регионов России и третье место среди регионов в Сибирском федеральном округе. Поступление налоговых и неналоговых доходов выросло на 8,4 процента и составило почти 279 миллиардов рублей. Значительную долю в увеличении собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц. С 2023 года в нормативное состояние привели почти 62 километра дорог общего пользования и реализовали 79 объектов дорожного хозяйства. Мы, впрочем, как и 2024 год, живем в некой неопределенности. Это связано с СВО, это связано с реагированием на меры санкционные других стран. Поэтому это все сказывается на экономику Иркутской области. И, безусловно, нам помогала в 2023 году общая работа, взаимопонимание, общая приоритетность. Сегодня приоритет идет все, что касается участников специальной военной операции, членов их семей. Как мы говорили, что это приоритетная для нас задача. Мы сегодня много обсуждали в прениях или выступлениях по детям-сиротам. Мне кажется, сегодня правильный формат мы сделали, что все эти и выступления, и вопросы войдут в перечень моих поручений, где мы отдельно доработаем, в том числе и с выездом на место.